Бинарный салют, друзья! На связи Инженер Спок. Начинаем, так сказать, новый сезон видосов. От исторических и образовательных до самых разных интервью с интереснейшими людьми и крутейшими экспертами индустрии. Если вы еще не подписаны, срочно подпишитесь. Это помогает развивать проект. Также у нас есть телеграм-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий. Ссылки в описании к ролику. Сегодня мы поговорим о Билли Гейтсе, легендарном американском предпринимателе и общественном деятеле, богатейшем человеке в мире. Его имя уже многие годы ассоциируется с деньгами, властью и успехом. Но на самом ли деле он гений, как принято считать? А может, просто не глупый сын богатых родителей, которые обеспечили ему мощный старт и ни о какой гениальности говорить не приходится? Сегодня мы разберемся с тем, кто такой Билл Гейтс, как он стал самым богатым человеком в мире и почему многие считают его воплощением зла, и даже слугой Антихриста. Поехали! Уильям Генри Гейтс III. Так звучит полное имя Билла Гейтса, который удерживал титул самого богатого человека мира в общей сложности на протяжении 18 лет. На момент публикации этого видео он скромно расположился на седьмой позиции мирового рейтинга с капиталом каких-то 128 миллиардов долларов. В 2000 году, после ухода с позиции Сео Майкрософта, Гейтс заинтересовался общественными проблемами. Он активно борется с детской смертностью, с ПИДом, полиомиелитом и является одним из сторонников массовой вакцинации. А это как раз и вызывает множество вопросов. Но обо всем по порядку. Вернее, начнем даже немного издалека. В сети бродит утверждение о том, что прадед Гейтса был мэром Сиэтла, а дед по материнской линии главой Национального банка США. Но на сегодняшний день нет достоверных данных, подтверждающих, что кто-то из предков Билла Гейтса был мэром Сиэтла. Джеймс Уиллард Максвелл действительно был связан с банковской сферой, но он не был главой Национального банка США, как это утверждается во многочисленных статьях, которые уже тысячу раз перепечатали русскоязычные сайты. Он был всего лишь высокопоставленным чиновником в одном из банков Сиэтла, но на уровне Национального банка страны его имя не фигурировало. Сойдемся на том, что предки Гейтса были достаточно успешными, а вот родители еще успешнее. Билл Гейтс-старший, также известный как Уильям Генри Гейтс II, отец Билла. За свою жизнь успел побывать известным юристом и не просто юристом, а корпоративным адвокатом, партнером юридической фирмы Престон Гейтс & Эллис. Мать добилась еще больших карьерных успехов, стала первой женщиной, которая вошла в исполнительный комитет United Way. Это одна из крупнейших в мире некоммерческих организаций, которые финансируются за счет частных пожертвований. Сегодня она представлена в десятках стран мира и занимается улучшением образования, повышением доходов населения, укреплением здоровья и так далее. Пускай даже дед Гейтса не был мэром Сиэтла, но его внуку достались предпринимательские гены и, что самое главное, влиятельные родители. Конечно, это не говорит о том, что успехи Билла Гейтса полностью заслуга его родителей, но говорит о том, что Билл начинал, мягко говоря, не на помойке. Информации о ранних годах Билла довольно мало, многое не подтверждают официальные источники. Впрочем, известно, что в детстве он был достаточно смышленым, решал сложные математические задачи и часто пропадал в библиотеке университета Вашингтона. Об этом в одном из интервью рассказывал его отец. Семья Гейтсов жила в Сиэтле, где их отец Билл Гейтс-старший, как мы уже знаем, был корпоративным адвокатом, а мать Мэри Максвелл Гейтс – бизнес-леди, которая активно участвовала в работе советов директоров нескольких компаний, а также принимала участие в научной деятельности. Билл рос вместе с двумя сестрами Кристианой и Либби. В семье царила атмосфера соперничества. С ними он играл в настольные и карточные игры, а также пинг-понг. Семья поддерживала традиции – воскресные ужины и ношение одинаковых пижам на рождественские праздники. «Моим сестрам Кристи и Либби, и мне невероятно повезло, что меня воспитывали такие замечательные родители», – сказал как-то Гейтс в одном из интервью. С юных лет Гейтс был заядлым читателем. Он испытывал глубокое любопытство к окружающему миру и часто погружался в энциклопедии и другие познавательные книги. Когда Билл был маленьким, родители хотели, чтобы он пошел по стопам отца и сделал карьеру юриста. В 13 лет его перевели из обычной школы в Лейксайд, одну из лучших школ штата Вашингтон, где он, собственно, и встретил своего друга Пола Аллена, будущего соучредителя Microsoft. Правда, не в библиотеке или компьютерном классе, а за игрой в покер. Школа Лейксайд имела терминал Teletype Model 33 ISR, подключенный к компьютеру фирмы General Electric. Эта машина позволяла ученикам вводить программы с помощью бумажной ленты и подключаться к компьютеру мейнфрейму по телефонным линиям. Гейтс вместе с Полом Алленом провели бесчисленное количество часов, программируя на этом терминале. На нем они написали свою первую программу, простую игру в крестики-нолики. Как-то Гейтс со своими друзьями, среди которых был и Аллен, обнаружили ошибки в программном обеспечении компании Computer Center Corporation, которая предоставляла компьютерное время в школе Лейксайд. В ответ им было разрешено поработать над исправлением ошибок в обмен на бесплатное компьютерное время. Хитро, однако, но такие были времена. Получается, когда о компьютерах еще никто толком не слышал, Гейтс и Аллен уже вовсю программировали. Не будем умалять их таланта, однако доступ к компьютеру в то время был далеко не у каждого взрослого, чего уж говорить о школьниках. А в непростую школу Билл попал благодаря непростым родителям. Гейтс и его друзья так увлеклись программированием, что создали клуб программистов Лейксайд, чтобы глубже изучить программирование и вычислительную технику. Они использовали время для написания программ, создания простых игр и изучения различных языков программирования. Одним из достижений следует считать создание первой компании Traff All Data. Задача ее состояла в том, чтобы считывать исходные данные со счетчиков дорожного движения и создавать отчеты для инженеров. Компания добилась небольших успехов, но, как считают многие эксперты, полученный опыт сыграл важную роль в создании корпорации Microsoft несколькими годами позже. Конечно же, не следует забывать, что Гейтс получал значительную поддержку со стороны своих родителей. Это дало ему огромную фору в обучении, а позже и в предпринимательской деятельности, позволив рисковать и получать возможности, недоступные обычному человеку. В 1973 году, после окончания школы Лейксайд, Билл Гейтс поступил в Гарвардский университет. Повлияли ли его родители на поступление, неизвестно, есть разные мнения. Известно, что талантливых студентов такие университеты, в принципе, берут даже на бесплатное обучение. Дальше все пошло как по маслу. Во время учебы в Гарварде Гейтс использовал связи своей матери для знакомства и общения с известными представителями бизнеса и филантропии. Такие знакомства способствовали появлению первых деловых возможностей и контактов, которые впоследствии сыграли решающую роль в его карьере. Во время учебы в Гарварде Гейтс продолжал работать над своими бизнес-проектами, в том числе над ранее созданной компанией Truffle Data. Он продолжал оттачивать свои навыки программирования, интересовался компьютерными науками, проводил много времени в компьютерных лабораториях Гарварда, где у него был доступ к уникальным учительным системам и инструментам для разработки программного обеспечения. В 1975 году Гейтсу надоело учиться в Гарварде, и он принял решение бросить учебу, чтобы вместе с Полом Алленом полностью сосредоточиться на разработке программного обеспечения и создании собственной компании. В этом же году была основана Microsoft, компания, которая фактически изменила то, как мы воспринимаем сегодня информацию, да и в целом как взаимодействуем с окружающим миром. Изначально Microsoft была ориентирована на разработку программного обеспечения для зарождающегося рынка персональных компьютеров. Название Microsoft представляло собой сочетание слов «микрокомпьютер» и «программное обеспечение». Это отражало направленность бизнеса на разработку программных продуктов для микрокомпьютеров. Да, следует отдать должное Гейтсу и Аллену. Они действительно неплохо программировали. В частности, лично написали код интерпретатора BASIC для компьютера LTR8800. И тут начинается самое интересное. Компьютеров в то время было мало, но им требовалось программное обеспечение, без которого они, по сути, являлись куском железа. В начале 80-х годов компания IBM разрабатывала свой первый персональный компьютер IBM PC. Но ей нужна была операционная система для своего оборудования, поэтому она обратилась к Microsoft. Звучит как-то странно. Это для нас сейчас эти два названия привычны и знакомы, а в то время IBM была гораздо известнее и успешнее, чем Microsoft. Как же так получилось, что именно Microsoft получила этот судьбоносный контракт? Тут в игру вступает мама Билла. Она имела достаточно серьезные связи в деловых и филантропических кругах Сиэтла и занимала руководящие должности сразу в нескольких компаниях. Так получилось, что одним из ее коллег был президент IBM Джон Опель. Мама Гейтса использовала свои связи и влияние, чтобы убедить Опеля в необходимости сотрудничества с Microsoft. По рассказам инсайдеров IBM, именно Мэри впервые обратила внимание Опеля на возможное участие представителей Microsoft в обсуждении проекта IBM PC. Узнав о том, кто такие Microsoft и чем они занимаются, Опель впоследствии называл Гейтса «сыном Мэри», что, собственно, и подчеркивает влияние родителей на принятие корпоративных решений в пользу компании сына. Благодаря покровительству мамы, Microsoft получила контракт на разработку дисковой операционной системы MS-DOS. Добавим интересный факт из истории создания DOS, так как стоит отдать должное другу, Билла Полу Аллену. Как-то раз в 80-м году некто Тим Паттерсон, инженер компании Seattle Computer Products, работал в своей лаборатории, когда к нему пришел Пол Аллен, который предложил ему 50 тысяч баксов за программное обеспечение QDOS. Интересно было бы увидеть лицо Паттерсона в тот момент, учитывая, что покупательская способность этой суммы в наше время составляет около 190 тысяч долларов, а разработанный им код был предназначен всего лишь для внутреннего использования. Кстати, именно эта версия появления DOS показана в одном из фильмов об истории Microsoft. Сценаристы устами одного из героев утверждают, что беседа представителей Microsoft и IBM о заключении сделки – это момент создания одного из величайших состояний в истории мира. Билл Гейтс не просто предложил менеджерам IBM операционную систему DOS, но поставил условие – она должна лицензироваться. То есть право собственности и возможность продаж другим компаниям остается за Microsoft. MS-DOS стала основной операционной системой для IBM PC, выпущенной в 1981 году. Это важнейшее соглашение не только принесло Microsoft значительный доход, но и укрепило ее позиции в качестве лидера в развивающейся технологической индустрии. MS-DOS стала стандартной операционной системой для персональных компьютеров IBM и впоследствии была принята во всей отрасли. Это повлекло за собой лавинообразный рост популярности компьютеров и позволило Microsoft занять доминирующее положение в технологической сфере, которое она сохраняет и сегодня. Важно отметить предприимчивость Билла. Получив благодаря маме возможность выйти на IBM, он потребовал сохранения прав собственности на операционную систему, что и обеспечило Microsoft стабильный доход. К середине 80-х годов MS-DOS стала доминирующей операционной системой для персональных компьютеров, в основном благодаря ее интеграции с IBM PC и широкому распространению среди других производителей оборудования. К 85-му году годовой доход Microsoft превысил 140 миллионов долларов. Причем значительная его часть приходилась на продажи MS-DOS. Тут уже родителям не пришлось вмешиваться. Билл справлялся самостоятельно. После успеха с MS-DOS Билл Гейтс и компания Microsoft продолжили развиваться и внедрять инновации в технологическую отрасль. В 85-м году компания выпустила Windows 1.0 – графическое расширение для MS-DOS. Это ознаменовало начало перехода Microsoft к графическим пользователям интерфейсам, которые стали доминирующим интерфейсом для персональных компьютеров. Microsoft расширяла свой портфель программного обеспечения, разрабатывала такие приложения, как Microsoft Word, Excel и PowerPoint, которые стали неотъемлемой частью пакета Microsoft Office. Постепенно Windows стала ведущей операционной системой для ПК во всем мире, обогнав о популярности MS-DOS и закрепив лидерство Microsoft на рынке программного обеспечения. В 87-м году, в возрасте 31-го года, Билл Гейтс стал миллиардером. Компания Microsoft вышла на биржу 13 марта 1986 года, что сделало ее акционеров сказочно богатыми. В конце 90-х, начале 2000-х годов, Гейтс постоянно входил в число самых богатых людей мира, благодаря своим пакетам акций Microsoft и другим инвестициям. Став богатым, влиятельным и успешным, Билл Гейтс заинтересовался тем, как сделать этот мир лучше. В 2000-м году Гейтс и его жена Мелинда стали соучредителями фонда Билла и Мелинды Гейтс. Фонд первоначально сосредоточился на глобальном здравоохранении, а затем распространил свою деятельность на другие области, такие как образование и борьба с бедностью. Но как именно данный фонд и лично Билл Гейтс улучшают нашу жизнь? Например, Билл Гейтс является очень большим сторонником программ вакцинации по всему миру. Но такие проекты стали предметом различных теорий заговора, в результате чего Гейтса считают главным отравителем человечества через вакцины масоном, рептилоидом и слугой Антихриста. Анализируя эти теории заговора, будем, конечно же, обращать внимание только на факты. В 2015 году, принимая участие в конференции TED, Билл Гейтс предсказал появление нового вируса, который поставит мир под угрозу глобальной эпидемии. И вот спустя несколько лет встречаем COVID-19, а Билл Гейтс начинает активно беспокоиться разработкой вакцины. Как результат, к 2020 году, связав эти два события, Гейтс стал главным антигероем, которого обвинили в геноциде всего человечества. В мае 2020 года в разных городах и странах состоялись даже демонстрации против ограничений, вызванных пандемией коронавируса, и при этом многие прямо обвиняли Билла Гейтса в запланированной вакцинации и требовали его арестовать. Насколько правильно связывать эти два события? «Предсказания о вирусе и пандемию COVID-19». Подобными пророчествами, кроме Гейтса, занимались многие ученые и организации. Например, в том же 2015 году университет Миннесоты опубликовал статью о коронавирусе. Да-да, именно в 2015 году и именно о коронавирусе. В статье рассказывалось об исследованиях коронавируса летучих мышей и его способности переходить на человека. Но при этом мы не считаем сотрудников университета Миннесоты сборищем масонов. В 2016 году вирусолог Питер Дашак предупреждал о потенциальной возможности передачи коронавируса летучих мышей людям, что может привести к пандемии. В своих выступлениях и публикациях он неоднократно подчеркивал опасность вирусов и необходимость подготовки к возможным вспышкам инфекций. Его тоже называть иллюминатом вряд ли стоит. В январе 2010 года на элитном всемирном экономическом форуме в Давосе Гейтс объявил, что его фонд выделит 10 миллиардов долларов в течение следующего десятилетия на разработку и доставку новых вакцин детям в развивающихся странах. Конспирологи связали этот факт со следующей цитатой. В мире сегодня 6,8 миллиарда человек. Это число возрастет до примерно 9 миллиардов. Теперь, если мы действительно сделаем большую работу по новым вакцинам, здравоохранению, услугам в области репродуктивного здоровья, мы уменьшим его, возможно, на 10 или 15 процентов. Действительно ли это было сказано Гейтсом? Да, есть запись и цитата корректная. Но на самом деле вырванная из контекста. Гейтс говорил о потенциальном влиянии улучшения здоровья и образования на снижение темпов роста населения. Он не предлагал использовать вакцины как инструмент для преднамеренного сокращения численности населения. Его идея заключалась в том, что если у людей рождаются более здоровые дети, это со временем приводит к уменьшению размеров семьи, что стабилизирует рост населения, а не сокращает его численность. Короче говоря, утверждать, что один из самых влиятельных людей в мире открыто заявляет, что ожидает использование вакцин для сокращения роста численности населения, и это просто глупость. Невежество и неумение воспринимать мысль, сказанную, ну, может быть, не бытовым, а научным языком. Интересует Билла и сельскохозяйственная индустрия? Нет, он не занимается разработкой комбайнов или сейлок, а активно продвигает внедрение генно-модифицированных продуктов, ГМО. Фонд Билла и Мелинды Гейтс, а также фонд Рокфеллера, о боже, являются ключевыми спонсорами биотехнологий ГМО и Альянса за зеленую революцию в Африке. Кофиан, он бывший глава ООН, признал, что эти и другие фонды поддерживают африканские инициативы Альянса. Простыми словами, фонд Билла и Мелинды Гейтс является посредником между африканскими правительствами и частными компаниями, которые производят и поставляют ГМО-семена на целый континент. Конспирологи и сторонники теории заговора утверждают, что успешные американцы во главе с Гейтсом суют свой нос на бедный африканский континент, пытаясь наводнить его заведомо вредной генномодифицированной кукурузой и другими продуктами. Да, действительно, вопрос о безопасности продуктов, полученных с применением генной инженерии, является сложным и многогранным. Однако, если сильно упростить, то ГМО – это продвинутая селекция, когда в геном организма вносятся изменения с помощью специальных технологий. Ну и, конечно же, ГМО – это глобальный тренд, который вполне себе успешно развивается и без Билла Гейтса. Особое внимание, говорят любители теорий заговора, занимает в мыслях Гейтса Евгеника. Это учение об улучшении человека при помощи искусственного отбора, снова-таки селекции, только речь идет не о кукурузе, а о людях. Это якобы проявляется в том, что Билл Гейтс, а также его компаньон-инвестор Уоррен Баффетт оказывают значительную поддержку инициативам по сокращению численности населения в мире. Звучит на самом деле страшно. Под прицел попал поддерживаемый Гейтсом фонд ООН Теда Тернера, который, как некоторые считают, направляет средства на программы, которые предполагают принудительную стерилизацию населения с помощью вакцинации и других лекарств, вызывающих бесплодие у женщин детородного возраста. На самом же деле фонд ООН занимается поддержкой программ здравоохранения и образования. Его работа прозрачно и публично. А фонд Билла и Мелинды Гейтс действительно финансируют различные программы здравоохранения и занимается повышением доступности вакцин, что приводит к снижению детской смертности и в итоге к стабилизации роста численности населения, а не к его сокращению. Если уж так вникать, то цель инициатив по репродуктивному здравоохранению предоставить женщинам право выбора и доступ к безопасным и эффективным методам контрацепции, что способствует улучшению качества жизни и здоровья матери и детей. Но все же Гейтс компьютерщик, айтишник. Поэтому его особенно беспокоит цифровизация всего и вся. Да, Билл Гейтс активно продвигает решения для цифровой идентификации. Модульная платформа идентификации с открытым исходным кодом, МОСИП, который он поддерживает, разрабатывается с 2015 года. Гейтс продолжает отстаивать инициативу по ее глобальному внедрению на различных формах в рамках своей благотворительной деятельности. В обществе его инициатива известна как цифровая идентификация личности. В августе 2023 года он написал следующий твит. 850 миллионов человек не имеют документов, удостоверяющих их личность. В результате они лишены многих услуг, которые могли бы изменить их жизнь. Вот почему я так рад появлению МОСИП технологии с открытым исходным кодом, которая может устранить барьеры по всему миру. Такая инициатива тоже вызвала критику. Действительно, если разобраться, то идентификация, выдача документов и тому подобные вещи это задача отдельных государств, а не частных компаний. Следует признать, МОСИП это глобальная платформа с открытым исходным кодом, но все же она поддерживается частным капиталом. Среди организаций, участвующих в управлении МОСИП, находим Всемирный банк, Альянс за цифровую идентификацию, а также Майкрософт, IBM и другие компании. Получается, правительством разных стран предлагается воспользоваться решением, которое фактически находится в руках частного капитала с американской пропиской. Но по сути все очень просто. Грубая аналогия. Вордпресс это движок с открытым кодом, который упрощает создание сайтов. Его используют те, у кого нет желания или ресурсов заниматься разработкой сайта с нуля. МОСИП это по сути как вордпресс, но только в области цифровой идентификации. У нас, например, есть единая система идентификации и аутентификации ЕСИА, по сути электронный паспорт. Поэтому МОСИП России не нужен. А если какая-то отдельно взятая страна не может обеспечить своих граждан необходимыми документами, то почему сразу считать МОСИП глобальным порабощением? МОСИП может быть полезно странам, которые нуждаются в развитии таких систем с нуля или модернизации существующих, особенно если они имеют ограниченные ресурсы или неразвитую инфраструктуру. И, конечно же, особый вопрос – чипизация. Именно массовое чипирование вызывает наибольшую обеспокоенность, ибо если от вакцины еще как-то можно увильнуть, то невозможность купить хлеб без чипа откровенно напрягает. Конечно, в то, что под видом вакцина COVID вводились микрочипы для обеспечения тотального контроля, верят только городские сумасшедшие. В интервью с Associated Press Гейтс отметил – никаких чипов в вакцинах нет. Это просто способ напугать людей и заставить их не доверять вакцинам. Так мы ему и поверили. Кто же такой Билл Гейтс? Гений, несущий добро всему миру или слуга темных сил? Ну, может быть, Гейтс и не гений, но он точно не слуга темных сил. Для нас, айтишников, Билл Гейтс – человек, который, по сути, создал индустрию, в которой мы работаем. И даже если вы заядлый яблочник, то все равно согласитесь, что без Билла Гейтса наша жизнь была бы другой. Может лучше, может хуже, но точно другой. А закончим этот выпуск цитатой, которая может подорвать немало пуканов. Гейтс – талантливый человек, но его карьера не случилась бы, если бы он не был сыном богатых родителей с хорошими связями, которые смогли убедить IBM нанять тогда малоизвестную Microsoft для создания операционной системы. Скорее всего, он не стал бы миллиардером, если бы родился в семье рабочего класса. Является ли Microsoft корпорацией добра и стал ли бы Билл Гейтс миллиардером, если бы не родители – пишите в комменты. А я вам напоминаю о том, что у нас есть хорошие курсы по программированию для новичков и не только. Все ссылки в описании к ролику. Подписывайтесь на канал и до скорого! До новых встреч! Подписывайтесь и ставьте колокольчик, а комменты пишите под видео, если не подпишешься, вычислил по IP.